Срок действия соглашения, он истек в 2012 году. Тем не менее, для того, чтобы не прекращать деятельность этого филиала, соглашение было пролонгировано. Причем пролонгировано оно было на условиях до 30 июня 2014 года. Республика Татарстан продолжает осуществлять финансирование деятельности учреждения. Если же институт Сурикова не предпримет необходимых мер для выделения финансирования на федеральном уровне и на легитимизацию статуса данного учреждения, то, соответственно, финансирование будет прекращено. Тем не менее, буквально сегодня вышло распоряжение Кабинета министров об отделении 2,7 миллионов рублей для завершения финансового года в этом году. И сейчас прорабатывается вопрос выделения финансовых средств на 2015 годы. В чем проблема? Дело все в том, что есть определенные требования сегодня, утвержденные в том числе дорожной карты в сфере образования, а именно высшего образования по соотношению административно-управленческого и преподавательского состава в учреждениях высшего образования. На 69 бюджетных мест, плюс даже 7, получается, в небюджетных, на 76 человек, на 1 октября было 69 человек, это штатная численность. Из них 18 штатные единицы, это профессорско-преподавательский состав, все остальное, 51 штатная единица, это административно-управленческий и хозяйственный персонал. Безусловно, на таких условиях в сфере федеральных документов дальнейшее финансирование по заявлению мы не можем осуществлять. И сейчас ведется работа по приведению штатной численности в соответствии с объемом выполняемого государственного задания. В среднем филиал обходится в год, на этот год чуть больше 13 миллионов рублей. На будущий год сейчас объемы финансирования просчитываются. Но это не только заработная плата, это частичное возмещение затрат по содержанию имущества, это оплата работы натурщиков, это закупка мольбертов, закупка расходного материала. Поэтому мы в настоящее время на декабрь планируем встречу с Любавином, как руководителем Суриковского института, для того, чтобы все-таки обсудить перспективы исполнения Суриковским институтом как партнера соглашения тех требований, тех обязательств, которые они на себя в свое время брали. Продолжение следует...